За прошедшие сутки на театре военных действий произошли следующие изменения. На Луганском направлении российская армия продолжает окружение и ликвидацию Лисичанской группировки противника. Со стороны Волчьяровки союзные войска развивают наступление в двух направлениях – в сторону Верхнекаменки и Малорезанцева. Продвигаясь к Верхнекаменке, российские войска прорвали оборону украинской группировки Лисичанского нефтеперерабатывающего завода, заняв часть территории. В трех километрах от НПЗ войска разгромили наемников грузинского батальона, которые прославились пытками над российскими пленами в марте под Киевом. Со стороны Малорезанцева подразделения 25-й отдельной воздушной бригады ВСУ предприняли попытку контратаки на Волчьяровку с целью предотвращения замыкания кольца вокруг Лисичанска. Однако попытка оказалась провальной. Союзные войска отбили контратаку и сами развили наступление в сторону Малорезанцева. В южной части города бои идут в основном на территориях заводов. У ВСУ есть еще второй путь отступления из Лисичанска на Северск через Белогоровку. Однако участок Белогоровка-Серебрянка может обстреливаться российскими войсками с противоположного берега реки Северский Донец. ВСУ нанесли удар по складу боеприпасов в Зимогоре Луганской Народной Республики. Предположительно ударили из комплекса «Хаймер» с боеприпасами М-31 с коррекцией по GPS. В Полтавской области, в городе Кременчуге, российская армия нанесла удары по заводу «Кредмаш», где ремонтировалась украинская военная техника и производились автомобили для армии. В Одесской области уничтожен склад с боеприпасами к американским гаубицам М-777 в селе Маяки. На протяжении двух недель на полевом аэродроме между Ивановкой и Роснополием свободно базируются и вылетают на задание украинские вертолеты Ми-8.